Всем добрый день, Азов Рубинс Баднбадна, наш шестой урок по теме 13 принципов веры Рамбома и не только. Из домашних заданий, значит, был вопрос Тани, был ли у Земли в начале, согласно той технологии, была ли у Земли свобода выбора. Дело в том, что, опять-таки, Земля там тоже наказывается после убийства, значит, Каином Гевеля, значит, написано, теперь же будет проката Земля из-за тебя, значит, написано, крови брата твоего, кровь во множественном числе, значит, кричат тебе, и вот за то, что Земля приняла, значит, убитого, тело Авеля, она, значит, тоже получает некое прорплятие, коцве дардар, это смех, будет выращивать из себя, выдавать из себя коцим, такие кусты, и дардар это у нас, ну, в общем, плохие растения, да, ничего хорошего, не то, что можно есть. И действительно, Медраж, Раба и Пенхас Полонский, значит, в своей книге приводят, что действительно Земля могла реагировать до потопа, потом была некая перестройка мира, и духовная, и физическая, и Земля, значит, была наказана. Отсюда вытекает, что не только у людей, но даже у нематериальных субъектов, вроде как до потопа была свобода выбора. Я объясню, что имеется в виду, на мой взгляд. Опять-таки, у Земли не было свобода выбора, и она и до потопа принимала в себя, значит, тех, кто умирал. Более того, наоборот, Медраж говорит, что такая нубилавеля, он не знал, что делать с трупом, и тогда, значит, он видел, как один ворон, значит, там, подрался, заклевал другого насмерть, и тот же клювом откопал ему землю и захоронил. Понятно нам, что была подсказка Всевышнего, если мы сказали, что Всевышний сотверяет и будет сотверять все, послал ему двух ворон, и, значит, он тогда закопал тело своего брата. Тем не менее, то, что Тора подчеркивает, да, что когда, значит, есть убийство, не дай бог, то это настолько катастрофа, что даже Земля как будто не должна принимать тело покойного, настолько это большая катастрофа. Да, это то, что нам хочет сказать Тора, не то, что у Земли была свобода выбора, а то, что это величайшая трагедия убийства невинного человека настолько, что достойно было бы, если бы у Земли была свобода выбора, чтобы она не приняла, значит, тело Авеля и его кровь. Но так как у Земли нет свободы выбора, то она его ровно приняла, но внешне, опять-таки, вот Тора говорит, что настолько это все плохо, что даже Земля как будто наказана. Поэтому это, опять-таки, это метафорическое высказывание, не имелся буквально, что у Земли до потопа была свобода выбора. Хорошо. Итак, мы по-прежнему в первом принципе Рамбама и в его концовке, мы разбирали, что Всевышний делал, делает и будет делать всем сотворенным, и мы разобрали вот эти времена, да, мы разбирали Ашгаху Пратит, божественное управление миром, и управляет ли Бог за человека, ответ нет, что Бог предоставляет человеку все условия, придет ли Руовен или не придет, дождется его Шимон или не дождется. Все пути, на любые варианты, они предоставлены человеку, Всевышний знает, что человек выберет не вмешивость, а не менее в его выбор, в этом есть своя польза, а сегодня мы поговорим на тему, что Всевышний один, один творит и никто другой. И действительно мы видим, что многие религии, в первую очередь христианство, но не только, воспринимают, значит, даже предположительно, если Бог один, то там есть так называемая Памаля Шермала, небесная, так сказать, команда, небесная команда, разные ангелы, и, конечно же, христианство есть антихрист и тому подобные вещи. И сейчас увидим, кто такой Сатан, Шайтан, Сатана. Мы сегодня начинаем, я не знаю, успеем ли, рассматривать книгу Йова, знаменитую. Мы не будем изучать ее всю, потому что в ней около 40 глав, но мы получим самые главные вещи, в ней начало и конец. Вернее, конец книги мы будем учить в конце принципа Врамбама, который говорит о том, что я верю полной верой, что есть добрая награда соблюдающему в заповеди и наказание тем, кто в заповедне соблюдает. То есть Сахар Воныш, награда и наказание, это конец книги Йова. А начало книги Йова, оно как раз рассматривает Ашгаха Апротид, Божественную Рукость Томира. И вот то, что говорил Дима, да, вот и инкарнация, вот как же так, что если, да, то, что вот Рамхаль пишет, и не только. И мы сейчас увидим, да, то есть сюжет книги Йова довольно нелегок. Есть хороший человек, более того, праведник, хотя это не написано в Танахе напрямую, в книге Йова написано, что он садит, это уже странно, но про него написаны такие эпитеты, Талмуды, Медраж, еще больше. Выходишь, человек абсолютно-абсолютно хороший и достойный, и с ним случаются все мыслимые и немыслимые беды, и возникает вопрос, за что и почему. Опять-таки, мы не будем вообще отвечать на вопрос, сейчас немножко затронем, конечно, но там единственная книга Святого Писания, которая не пишет одно-два предложения, а дает полноценный протокол, что происходит на небесной сфере. Там Всевышний, там разные ангелы, и там Сатан, Сатана. Есть немножко подобного, опять-таки, про Каесаи, кого пошлем мы, я сказал, пошли меня, но там более коротко. Там один специфический момент Каесаи относительно царя Ахава. Тут же две главы, две целые главы Танаха, где подробно, если хотите, видеоотчет, текстовый протокол, все, что хотите, где описывается, как там на небесах принимаются решения, в том числе, как навредить хорошему человеку. Это Йо. Нужно сразу сказать, что книга Йо – одна из самых тяжелых в Танахе. В принципе, есть две самых тяжелых книги в Танахе. Это книга пророка Даниэля, книга пророка Йо. Не случайно обе из них в конце в Кту-Вим в Писаниях. Еще то, что играет свою роль, что ни из той, из другой книги нет авторот, нет главы с пророков, которые мы читаем по субботам в течение года. Поэтому люди традиционно, если ты читаешь автору, так ты почитаешь главу до, главу после, как-то что-то, будешь мне представление о той или иной книге. Из Йо, из Даниэля нет авторот, и поэтому люди, кроме общего, даже религиозные люди, учащиеся в вешивах, люди, которые, конечно же, знают, о чем там идет речь, тем не менее, глубоко, очень не всегда изучают эти книги. Добавьте, что книга пророка Даниэля сознательно написана на тяжелейшем арамейском языке, на западно-арамейском диалекте. Добавьте, что книга Йо говорит очень высоким ивритом не все корни, которые мы сегодня используем. То есть мы сами, говоря на иврите, с трудом понимаем, что имеется в виду. Некоторые корни изменили свое звучание, там есть глагол амаль. Сегодня мы говорим, амаль – это труд, да, значит, но в книге Йо используется как совершенно в другом контексте, как что-то нехорошее, да, как некие тяжелые испытания, там, трудности и тому подобные вещи. Поэтому, опять-таки, все комментаторы писали комментарии на книге Йо и Даниэля и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому есть честно объективные сложности с вещами техники. Тем не менее, и мы увидим, рамбом подробно относительно для рамбом останавливается вот на идеях книги Йо и отвечает на них, как же так, что с Йо произошло. Итак, мы читаем, да, мы читаем книгу Йо, опять-таки, к Тувим, да, Тувим по изданию Масада Равкук, мы читаем русский текст. «И был человек в земле Уц, и Йо в имя его, и был человек тот непорочен, справедлив и богобоязнен, удалился от зла, и родилось у него семь сновей и трое дочерей, и было скота у него, семь тысяч мелкого скота, и три тысячи верблюдов, и пять, и пятьсот пар валов, и пятьсот ослиц, и прислуги было весьма много. «Был человек тот самым богатым среди всех с Нового Востока». Мы потом прокомментируем. «И сходились обычно, сыновья его устраивали пир, каждый в доме своем, в день свой, это уже некий комментарий внутреннего перевода, и посылали, и звали трех сестер своих, есть и пить с ними. И было, когда завершали пиршественные дни круг свой, то есть целая неделя, семь дней, то посылал, до сыновьями Йо выбеграшал их, и вставал рано утром, и возносил все сожжения, ола, по числу их всех, десять детей. Ибо говорил Йо, быть может, цитата, согрешили сновья мои и хулили Бога в сердце своем». Это такие дочери внутри сыновей, да, это и дети, дети, сновья это дети. «Так делал Йо во все дни. И был день, когда пришли сновья Божьи, в скобках, русский перевод нам пишет, ангелы, предстать перед Господа, и пришел между ними и Сатан. Однако по-русски тут Сатан с маленькой буквы. И сказал Господь Сатану, откуда пришел ты? И отвечал Сатан Господу, и сказал, бродил я по земле и расхаживал по ней. И сказал Господь Сатану, обратил ли ты внимание на раба моего, на Йоова, что нет подобного ему на земле, человек он непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал Сатан Господу, и сказал, ха, разве даром бы обогазнен Йоов? Риторический вопрос. Ведь ты, ты, оградил кругом его, и дом его, и все, что есть у него. Делараук его благословил ты, и скот его распространился по земле. Но, простри-ка руку твою, коснись всего того, что есть у него, клянусь тебе, перед лицом твоим тебя хулить станет. Сатан говорит, Йоов не настоящий праведник, он за награду праведник. И сказал Господь Сатану, вот все, что есть у него в руке твоей, только на него не простирай руки своей. И вышел Сатан от Господа. И был день, когда сыновья его и дочери его, Йоова, ели и пили вино в доме первородного брата своего. Началась новая неделя. И пришел вестник Йоову и сказал, валы пахали, и ослицы паслись возле них, и напяли шевяне, шва. Потом у нас там будет царица шва. Сейчас поговорим раньше или позже, время книги Йоова. Напало царство шва, и забрали их, и отроков сразили мечом. Здесь отроков, это слуг, не его сыновей, сразили мечом, и спасся лишь я один, дабы известить тебя. То есть я один из слуг. И вот еще этот говорит, как приходит другой, и говорит, огонь Божий пал с небес, и спалил овец, и отроков, опять-таки, других слуг, и пожрал их. И спасся лишь я один, дабы известить тебя. Еще этот говорит, как приходит другой, и говорит, каздимы, каздейцы, каздимы, расположились с теми отрядами, и набросились на верблюдов, и забрали их, а отроков, пастухов, сразили острием меча, и спасся лишь я один, дабы известить тебя. Еще этот говорит, как приходит другой, и говорит, сыновья твои и дочери твои ели пили вино в дом первородного брата своего. И вот вихрь великий пришел со стороны пустыни, и охватил четыре угла дома, и упал дом на юношей, на юных, на всех детей, и умерли они. И спасся лишь я один, дабы известить тебя. И встал Йов, и разодрал одежду свою, и остриг голову свою, и упал на землю, и преклонился, и сказал, нагим вышел из чего матери моей, нагим возвращусь туда, куда предназначено мне, в скобках, основа комментарий по-русски. И Господь дал, и Господь взял, да будет имя Господне благословенно. И во всем этом не согрешил Йов, и не сказал ничего непрестопного о Боге. Конец первого слова, если вы думаете, что там несчастья Йова прекратились, то вы ошибаетесь. И был день, когда пришли с нами бои, чтобы предстать перед Господом. И пришел также Сатан между ними, чтобы предстать перед Господом. И сказал Господь Сатану, откуда пришел ты? И отвечал Сатан Господу, и сказал, бордил я по земле, и расхаживал по ней. И сказал Господь Сатану, обратил ли ты внимание на раба моего, на Йова, что нет подобного ему на земле? Человек он непорочный, несправедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И доселе твердил в непорочности свои. А ты возбудил меня против него, чтобы губить его безвинно. Бог в курсе, что происходит. И отвечал Сатан Господу, и сказал, кожа за кожу. И все, что если человек отдаст, он за жизнь свою. Но простри-ка руку твою, коснись кости в плоти, выклянусь тебе, перед лицом твоим тебя хулить станет. И сказал Господь Сатану, вот он в руке твоей, но душу его сохрани. Вышел там от Господа, и поразил Йова сыпью дурной от стопы ноги его до теменево. И взял он Йов черепок, чтобы скоплить себя им, и сел в пепел. И сказала ему жена его, все еще тверд ты в непорочности твоей, прокляни Господа и умри. Но он сказал ей, как о дозни годы говоришь ты, неужели доброе примем мы от Бога, а зло не примем? Во всем этом не согрешил Йов устами своими. И услышали трое друзей Йова обо всей этой беде, постигши его, и пришли каждый из места своего. Элифаз, ты Манитянин, Элифаз из Йемена, Бильдад, Шухиянин, из места Шуах, и Цафар, Наманитянин, из места Наама. И договорились вместе прийти к нему, чтобы соболезновать ему и утешать его. И подняли глаза свои издали, ибо не узнали его, возвысили голос свой, зарыдали, и раздрал каждую одежду свою, и бросал прах на головы свои к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что слишком велика боя его. После этого открыл Йову ста свои, третья глава, и проклял день свою. Окей, здесь мы остановимся. Итак, значит, на всех вообще языках западных, кроме русского, и на Аврите в том числе, есть пословица «несчастный, как Йов». То есть Йов представляется абсолютным таким выражением несчастья, даже не невезения, а именно вот, именно беды, которые не выпадают одно над другим. «Еще этот говорит, и приходит другой», на Аврите стала пословицей, поговоркой, символом бедствий. По-русски это называется «беда не приходит одна», и все так, «отковая ворота». Значит, на Аврите, на Аврите это называется «еще этот говорит, и приходит другой». Центральный вопрос книги, центральный вопрос наш, и, возможно, иудаизма в целом, за что Йов пострадал, да, в чем его грех, в чем его вина. Значит, дальнейший сюжет книги Йова следующий. И к нему приходят три друга, мы их коротко разберем, и они, значит, его каждый по-своему утешают. И так долго продолжается, ну, как утешают? Они ему говорят, возможно, все-таки в чем-то ты виноват, друг, Йов. И Йов не согласен, Йов отвергает все это. Дальше, ближе к концу книги, о хорошем голливудском фильме, выясняется, что друзей не трое, а четверо. На самом деле, хорошие голливудские сюжеты, взятые с Торой и Станаха. Выясняется, что там пришло четверо друзей, а не трое, который человек четвертый, который вообще не упоминается, что он пришел. Он тоже что-то говорит, совершенно в другом ключе. После чего Йов уявляет себя Бог, он, Бог, отвергает то, что говорили трое первых друзей, показать на четвертого слова он не отвергает. Йов что-то понимает, мы не совсем понимаем, почему он понимает то, что он понимает. Йов принимает на себя все, что с ним произошло, что это не только от Всевышнего, это понятно, и не оспаривается в книге, но это и правильно, и нужно, и необходимо. И после этого, хэппи энд, возможность которого Голливуд научился, значит, Йову все возвращается, он заново, он, во-первых, выздоравливает, к нему приходят все его близкие, имеются братья и сестры, которые тут его покинули, он заново приобретает свое имущество, и даже в два раза больше, и у него, он заново женится, у него заново рождаются дети, и у него все хорошо. Хорошо, книга заканчивается, что вот он умер, довольный, сытый днями, то, что было посредине ООО. Дима, значит, уже спрашивает вопрос, Моше под диктовку Бога написал Тору на простом в рите, а книгу Йова написал для души на сложном в рите, теорический вопрос. Быть может, согрешили ставьямой, надо было не лапинствовать, а шам и хатат, ошибка Йова. Да, действительно, так говорят комментарии, мы до этого дойдем, это действительно так, что нужно было другую жертву приносить. Окей, значит, история настолько тяжела, что Талмуд уже, в том, Бава Батра, заявляет, ни больше, ни меньше, Йов лоая в ло невра эла машаляя. Значит, Талмуд говорит в конце первой главы Бавы Батры, 16-я страница Амудалев, что Йов, вся история с Йовом никогда не была, Йов, Йов не был сотворен, но вся история с Йовом – это метафора. Вот так, целая книга Танаха, причем довольно большая, мне там малые пророки, что чуть-чуть осталось, целая книга Танаха, согласно Талмуду, это метафора. На чем основан этот подход? Дело в том, что на том же листе Бава Батра написано так, Талмуд пытается понять, когда жил Йов. Первая версия – Йов жил во времена Бошера Бейна. Вторая версия – Йов жил во времена разведчиков, во времена пустыни. Третья версия – Йов жил во времена суда судей, эпоху судей. Йов жил, четвертая версия – когда были изгнанники в эпоху первого храма, ни больше, ни меньше. Дальше есть версия – Йов жил во времена Хашвироша. Шестая версия – Йов жил во времена царицы Шва, упоминается, значит, царство Шва. Йов жил во времена Каздима, седьмая версия, восьмая – Йов жил во времена Якова. В общем, есть масса-масса версий, когда жил Йов. Из чего рамба в Муреневухим заключает, что рамбам склоняются к мнению, что истории с Йовом действительно не было. Это некая поучительная метафора. И Талмуд говорит, опять-таки, в том же, значит, Томбабабатра, что Мошер Абейно написал книгу Йова. Окей, теперь я расскажу доводы, почему история с Йовом, да, имела место быть. Опять-таки, попытка вывести Йова в некую метафору, которая не была и не была сотворена, это, опять-таки, попытка сказать, что книга Йова нас чему-то учит, потому что, опять-таки, есть на простом уровне проблема с божественной справедливостью. Это то, что пишет рамбам в Муреневухим, да, что «эн бифанав авель» – «нет несправедливости перед Всевышним». Здесь кричит справедливость сразу и очень сильно. И более того, чтобы совсем нас запутать, в конце этой книги Господь принимает претензии Йова и отвергает претензии трех его друзей, не четвертого, именно трех, что они наговаривали на него, и что Йов правильно говорил про Бога, а неправильно. И Бог там обязывает, значит, этих вот всех говоривших во главе с первым говорящим, с этим Улефазом из Йемена, чтобы они попросили Йова, чтобы он за них принес искупительную жертву, хатат, именно, которую он не принес, иначе Бог им не простит. Окей. Опять-таки, тем не менее, у нас достаточно материалов, чтобы сказать, что история с Йовом, да, имела место быть. И приведу, например, следующий, опять-таки, из того же тома, из того же листа Бавы Батры, 15-й лист, правда, Амудбе. Семь пророков, пророчества для народов мира, из народов мира. То есть было семь нежских пророков. И вот они, Белам, стоит в Торе, и отец Белама, и Лефаз из Йемена, дальше идут наши четыре персонажа, и Бельдада Шухи, это второй его друг, и Цофара Намти, это третий его друг, и вот четвертый, который, неожиданно оказывается, там был, Ильяо бен Бархейн. Значит, эти вот семеро, они были неевреями, и они были пророками, неевреями для неевреев, для народов мира. Опять-таки, тяжело представить, да, что подобное утверждение, да, из семи пророков четыре, по версии на предыдущей стороне Талмуда, что они, метафор, их не было в жизни. Более того, из самого текста, конца второй главы, видно, что вот эти вот друзья, по крайней мере трое, про которых сообщается, что пришли к нему, видно, что они пророки. Смотрите, написано так, я иду в конец второй главы. И во всем этом я грешил Йов устами своими. Это конец, значит, истории. И услышали трое друзья Йова, обо всем бездепостигшие его, и пришли каждый из места своего. Это просто как они услышали? Интернет тогда быстро работал. Почта, как сегодня. Как они узнали? Им самолетом сообщили. Опять-таки, нужно действительно быть пророком, чтобы узнать не просто, что случилось, а во всех подробностях, что случилось, и понять, что ты должен прийти. И более того, они приходят из разных стран, довольно далеко, отстающих друг от друга, приходят одновременно, встречаются между собой и идут вместе его утешать. То сегодня, опять-таки, нам идея ясна. Позвонили, написали. Но как они тогда, в тогдашнем мире, могли это сделать? Ответ только через прочство. Другого просто невозможно. Это просто физически невозможно. Да, страны, которые находятся сотни тысяч километров друг от друга, узнать, что произошло, в деталях и в подробностях, договориться между собой, прийти вместе и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, опять-таки, мое личное мнение, что история с Йовом была, имела место быть. Йов действительно имел место быть физически, как человек, но что да, он очень долго жил, и Хазаль, наши мудрецы, очень продлевают его жизнь, возможно, варианты там, включая даже до начала второго храма, не более того. Но, тем не менее, опять-таки, большинство мидрашей, да, да, Дима, действительно, Дима пишет, что Йов родился обрезан, как и была, откуда это учится из текста, очень просто. Написано, что, значит, Йов был яшар, прямой в обычном переводе, в данном случае имеется в виду прямо обрезанный. Вот, то есть, так понимают комментаторы, и не только руки, и не только, да, поэтому, действительно, значит, Йов родился обрезан. Опять-таки, у нас много-много-много самых разных зацепок и мидрашей, которые все-таки, да, намекают, что Йов жил, история с ним была, но, опять-таки, вполне легитимна версия, которую высказывает Талмуд, что Йов не было этой истории, не был сотворен, это все метафора, которая нас чему-то учит. То есть, опять-таки, здесь есть некий апологетический подход, который пытается всю эту историю вывести из нашего мира, потому что она чрезвычайно тяжела для понимания, ну, как такая несправедливость могла быть. Окей, чтобы коротко, чтобы коротко ответить, еще раз, не полностью, да, опять-таки, в чем же там было дело, я просто как идею, как идею дам, значит, затравку, которая, значит, коротко очень объясняет, что же произошло. Почему? Еще раз, по большому счету, мы будем учить в конце принципа Рамбома, награды наказания, значит, написано так, это написано в Зоре, значит, в Зоре написано так, что действительно Йов жил в эпоху, когда евреи жили в Египте, эпоху Муше, и когда стал фараон, который стал преследовать евреев, то он хотел убить их всех. «Сказал ему Йов», мы сказали, это был великий человек, так написано, да, то есть великий советник, мудрец, «сказал ему Йов, зачем тебе убивать евреев? Возьми от них, у них, их имущество, и поработи их тело, тяжелая работа». Все, не нужно их убивать, достигнешь того же самого другим путем. «Сказал Всевышний, клянусь жизнью твоей, то, что ты посоветовал, это будет тебе». И поэтому забрали у Йова, как мы читали, его имущество, и он получил телесное наказание. Это первая, значит, версия Зора. Есть более конвенциональный мидраж, который довольно известен. Значит, он из Талмуде в Сата, 11-я страница Мубайлев, где Талмуд описывает, что было совещание в Верхах, окончательное решение евреевского вопроса в Египте. И на это совещание фараон пригласил Белама, Йова и Итро. Шлаша, Йоба и Тальца. Трое были на том печально известном совещании, кроме фараона. То есть фараон советовался, он не такой идиот, как иногда люди, дети нам рассказывают на пасхальном севере. Итак, трое были на том печально известном совещании Белам, Йова и Итро. И когда прозвучало окончание решения, значит, что мальчиков кидать в Нил, то Мидраж говорит, Белам посоветовал еще хуже, Белам посоветовал их всех убить, и мальчиков и девочек, всех евреев. Итро бежал, поэтому он оказывается в пустыне, живет там, где живет. То есть он был против, проголосовал ногами, то, что называется, против, а Йов молчал. Как говорит Мидраж, Йов молчал, и поэтому, согласно опять-таки, тексту Писания, Всевышний молчит, когда у него начинаются проблемы. Молчание против молчания. Опять-таки, я хочу закрыть эту тему, тему почему. Еще раз мы не очень подробно ее разбираем. Это очень сложно, то, что сейчас было прозвучало и сказано. Но действительно, еврейская традиция придет в важность, когда человек с чем-то не согласен, какая-то несправедливость, нужно высказать нет, протестовать. Поэтому наша традиция полна разных писем, памфлетов, книг. На тему я не согласен, мы не согласны. Отключая сегодня, отключая сегодня, мы протестуем. Вот это слово протестуем, мы поднимаем свой голос. Потому что Модуль, тот, кто не протестует против справедливости или какого-то зла, он считается соучастником этого зла, тем самым, что молчал. Поэтому, в скобках могу вам сказать, что здесь несколько, в Германии, например, неевреи, газета Bild, самая крупная газета в Германии, в Европе, она сама, без всякого резкого этого влияния, подняла голос против антисемитизма. Так и называлась компания. Мы поднимаем голос против антисемитизма, растущего в Германии, было года 3-4 назад. И привлекла разных известных, променентных, разных селебритис и так далее. И это по-еврейски, как говорится, зачет, это правильный. То есть тот, кто не протестует против зла, считается, что он соучастник, пассивный. Таким образом, Талмуд в томе сута воспринимает Йова, как пассивного соучастника, того, что коснулось Евгения и Вегетии. Окей. Здесь мы закрыли тему награды наказания. Почему? Сейчас, опять-таки, мы немножко пройдем по тому, что комментаторы говорят на этот текст, чтобы понять, каким же образом там регулируется божественное руководство миром. Из текста вытекает, что Сатан там довольно высокопоставленная фигура. Он там вносит предложения, они принимаются. То есть, может быть, он там не верховная фигура, тем не менее. Таня спрашивает, когда Шива? Нужно читать книгу Йова, да. Значит, действительно, когда, значит, есть траурные моменты, например, личная Шива или, там, Девятая Ава, посты, то действительно запрещено учить Тору, когда человек в трауре, кроме траурных вещей. И это Свиток Еремеи, Иха, и это книга Йова. И тяжелые Медраши в Талмуде про разрушение Второго Храма. Истома Гитти, и тому подобное вещи. Поэтому, действительно, когда Шива, можно именно вот и читать книгу Йова, потому что в ней много горя, много бедствий, и человек видит, если хотите, родственную душу в Йода. Окей. Так вот, опять-таки, я возьму за основу комментария Мальдема. Мальдем, Мальдем. Дело в том, что, опять-таки, я сказал уже, что у многих комментаторов нет на книгу Йова. Это первая проблема. Да, и вот мы говорили, Ральбаг, которого без вины виноваты, 800 лет спустя привлекли в раздел фейк-ньюс, там написали Ральбагом, и выдумали за него. У Ральбага нет комментариев, не только книгу Исаи, книгу Рюми и Хескина. Но, тем не менее, на книгу Йова действительно есть относительно небольшое количество комментариев. Ральбаг есть. Из них, опять-таки, Мальдем самый длинный, если хотите сказать, по объему. Опять-таки, Мальдем жил в конце 19-го, начале 20-го века. И он очень здесь сильно опирается в своем комментарии на Рамбама, которому тоже дадем, что Рамбам говорит, почему книга Йова. Рамбам, опять-таки, разбирает только вопрос почему. Почему с Йовом произвестно, что произвестно. Все остальное его не интересует. Хотя он действительно склоняется к идее, что истории с Йовом не было, но он тут же пишет, по мнению тех, кто был, то есть он дает 50 на 50 история с Йовом была или не была, вероятность 50 на 50 процентов. В скобках, опять-таки, если непонятно, история с Йовом была или не была, как это нам место понимать? Опять-таки, на Лахенок тема ничего не написано, в Ханрух никто ничего не пишет. Охроним последний тоже про это более-менее не пишут, в отличие от Ашгахи против на растительный и животный мир. Вывод, это абсолютно не важно. Другими словами, это абсолютно не важно, была ли история, то и не была. Вопрос, как мы ее понимаем, как на Нибе принимаются решения, как работает Ашгаха Пратит. Вот, в случае с Йовом, когда мы почитали протокол, как там на Нибе все происходит, как это на самом деле. Не выходит ли так, что действительно есть там какой-то антихрист, сатан, шайтан, который чуть ли не равен Всевышнему, так это вытекает. Проблема. Окей. Значит, поэтому мы, значит, немножко упомянем то, что пишут комментаторы. Итак, во-первых, земля Уц, значит, в которой живет Йов, она упоминается в комментариях или как Арам, или как Арам на Райм. Арам – это Сирия, Арам на Райм – это Сирия между реками, тигры и фрат, то есть двуречие между речи. Есть идентификация, где Йов живет. Опять-таки, есть мнение, что Уц – это его имя или имя его отца, это абсолютно неважно. Теперь, дальше, Ибнез, например, пишет, что он был родственником Авраама, и он был из сыновей, сынов Нахора, Нахора, брата Авраама. То есть, евреям приходилось, такими человеками евреям не было. Мецедат Давид пишет, что это междуречие. Мецедат Давид также интересно пишет, что то, что у него было семь сыновей, трое дочерей, это хороший признак, что он был человек хороший. Почему? Что сыновей в два раза больше, чем дочерей. О как! Выясняется, что признак, значит, хорошего человека – это то, что сыновей в два раза больше, чем дочерей. Окей, тем не менее, опять-таки, уже Мецедат Давид замечает, что про Йова не написано, что он был цадик. И это чрезвычайно интересно. Даже про проблематичных цадиков, как Ноах, значит, про Ноах написано Ноах иш цадик бедоротав. Это Эллимит, Олег Ноах. Ноах был праведник в своих поколениях. Очень нестандартная приписка. Называется праведник со звездочкой, так бы сказали сегодня. там сегодня abb hij nasty чемпион со звездочкой, праведник со звездочкой. Так вот, Ноах праведник со звездочкой, indifferentlaşтой, что там не все была проблема, да? И поэтому Равы и Шмуль спорят, что Ноах был праведник только о своем поколении. Если бы он уже в поколении в рамане, за кого бы не считался. А есть мнение, что он так и да, праведник даже в таком спорченном поколении. То тем более в нормальном поколении считался теперь поэтому здесь опять-таки не знаю странно все эпитеты которые значит стоят к йогу не написано что был более того а также в конце написано что раб мой да раб да но не цадик да еще раз он действительно вот этот вот раб божий одно из мест не только в йоге но она упоминается что вот но их сори йог воспринял себя вот этот вот ольма худшимаем полностью значит божественность не только на уровне абстрактного знания философов но на уровне ажгаха против что с ним произошло произошло не просто так и по делу в любом случае метод Давиду же пишет что он был там в яшар чистый простодушный им обреет с людьми но не со всевышним это то что подразумевается в любом случае опять таки равлаг ральбаг наш герсонит тоже значит приводит что это в истории не было в самом начале до груша шерба в раху барс фрз это все дружми дрожь это все истории в любом случае мальбин говорит что вот это вот то что приходили и вот эти вот трое его друзей которые не не дали настоящего ответа дока до 4 или губа бен бархель он дал настоящий ответ который тоже не сложно понять мальбин также пишет что если бы там было два мнения например что йов прав или не прав и к йову пришел бы просто всего один друг из того что к нему пришло четверо есть еще йов соответственно мальбин боня что есть пять подходов к ажгаха против тому что с ним произошло из пять подходов и опять таки нужно понять опять таки подход йова простой сейчас увидим такое просто что он не согрешен подход трех его названных самого начала друзей что он в чем-то где-то что-то согрешил а вот подход четвертого и любит бархеля который вроде говорит то же самое самом деле то же самое сложнее всего понять то не спрашивайте раб моё помолиться за вас бы только его молитву я приму это от этих вот троих которые что он согрешил это в конце чтобы не вести себя с ними жестоко за то что вы не грезь мой правдиво как раб моё действительно то есть то что йов как ни странно высказывает претензии к всевышнему критикуют условно говоря в этом есть некая правда с другими словами можно спрашивать тяжелые вопросы можно спрашивать аж отродиться не замалчивает вопросы и не замалчивает тяжелые вопросы да то съем по всей его боли и все его страдания он согласно книги йова говорила всевышним правдиво в любом случае рамбом пишет что йов цаак марал ажгаха ли унавы драхе что йов как мы видим кричит кричит горько за высшую верховную ажгаху что значит верховная ажгаха это то что мы говорили что опять таки это вот мнение аристотеля что есть некая ажгаха сверху а в нижнем нашем мире функционируют только законы природы поэтому есть некая верховная ажгаха которую даже так или иначе с оговорками и аристотель признавал но внизу здесь все более-менее вроде бы как без ажгахи и в этом вопрос книги так ли это теперь значит мальбим разделяет что есть разные виды мучений у человека мук человеческих мук первое митца тэва гавуат хонатав первое значит есть муки природные мальбим их называет скажем природа тела например чек болезни чек болеет ему нужны таблетки нужно лекарства нужно отдыхать он не может это не может то то есть это один вид страданий физически это то что было у его под конец все комментаторы могу в том числе описывают что там значит то что сатан поразил его сыпью там было 2 вида сыпи а значит сыпь от стоп ног до половины тела а другая от половины тела и доверха так вот верхняя часть тела это была сухая сыпь а нижняя часть тела это было влажная черная сыпь вот так вот поэтому значит он скребет себя только с верхней части тела и есть вид мучений который марбин звать он иш аж гахи наказание божественного управления мира когда человек знает сто процентов что то что просто не случайность это никакой не сатан это никакая не луна и не звезда это от всевышнего и от этого еще больнее в сущности с ом это и происходит он понимает что-то от всевышнего то есть у него не возникает вопросов кто автор всего происходящего но опять-таки нас интересует именно вот система взаимоотношений между всевышним и сатаном потому что мы сказали рамбом говорит всевышний управляет один а здесь вот из протокола местной канцелярии вытекает не совсем один скажем так у него есть там советники и вот сатан как пример плохой советник и есть вариант человеческих страданий когда человек страдает один у него нет жены нет детей да то есть человек привык быть один это плохо да но он один да то есть он никому не привязался никого не воспитал у него нет друзей да мы знаем я говорил да западной европе в германии миллион одиноких людей люди живут сами по себе то тогда эти страдания это одно а когда у человека есть семь сыновей трое дочерей жена да то есть и так далее и так далее ты к ним привязан это основа твоей жизни да и опять-таки из текста это не написано напрямую в конце второй главы но это понятно что жена оставляет его уходит от него это довольно логично вытекает из текста да это опять-таки некоторые комментаторы пишут опять-таки это жена она абсолютно не не фигурирует потом есть даже мнение что это было дина не больше не меньше да и так далее так далее так далее в любом случае опять-таки из текста в конце книги его понятно что он женится на другой женщине которая молода и может рожать ему детей и родила ему детей а здесь в скобках опять-таки комментаторы пишут значит то что у него там было значит 7000 мелкого скота это против семи сыновей каждому значит по 1000 3000 верблюдов это каждой дочке по тысячу так пишут комментаторы 500 пар валов и 500 ослиц это жена то есть у каждого значит была там доля в этом следствии он никого не никого не обделял да и был он самым богатым человеком с весного востока не просто богатым хорошим и праведным опять-таки есть масса мебрашей которые подчеркивают праведность его например значит я пришел купил там у кого-то поле легально заплатил деньги спрашивает сколько там твое поле тебе участок переносил пшеницы не в песах будет сказано говорит ему то человек там 200 кур 200 килограмм условно меры это больше значит йов начинает сеть он естественно праведник богу полагает так как и цхаку там сто раз больше и его выходит 50 ссори мускай 200 500 кур значит 500 мер значит что делает его ведет отдает тому 200 но ничего не даст на купил у него позже за полную стоимость данным видим что бог ему помогает и дает ему урожай не просто больше а в господи за раза больше во вторых его вне жадничает и идет и отдает тому у кого купил кого вообще по любым законам никого ничего не обязан возвращает ему да непонятно первый год или много лет или каждый раз но опять-таки таком даже показатель да то есть человек с одной стороны богатый мы знаем что богатство часто приводит скупость и жадность и человек ограничен мыслью все хотят свои деньги из-под меня как-то вытянуть да поэтому здесь опять-таки йов подчеркивается что он был и богат и одновременно и щедро это чрезвычайно редко сочетание чрезвычайно редко дальше был он самым великим человеком со всех снова востока опять-таки наш подчеркивает не только на уровне богатства но и на уровне духовном факт что вот фараон приглашает его посоветоваться да то есть каждого человека фараон не приглашал посоветоваться у него в друзьях пророки да видим четверо пророков опять таки йов тоже разговаривается всевышним он тоже рок несомненно поэтому опять таки у йова было редкое сочетание он был и умен и богобоязнен и знаменит и богат и пророк ну в общем кроме того что про него написали что он садик у него все было на месте также подчеркивается что его дети прекрасно обходятся между собой да они настолько братья и сестры дружат что они берут все вместе не каждый по одиночке когда много детей у тебя есть детей группировки то все все нормально мы как все люди кто-то кого-то любит больше меньше здесь подчеркивается что не пируют один без другого текст на самом деле больше чем намекает на сыновей акова которая была ровно наоборот да где-то значит были группировки между братьями кончилось все довольно печально йосифа продали в рабстве да и опять таки несомненно косвенно значит часть вины принято возлагать на якого правоца нашего что он то ли не досмотрел только увидит что он замечает на самом деле замечал не вмешивался да опять таки что яков выделял иосифа да я там цветную рубашку он у него там при дворе и так далее так далее так далее здесь есть то есть можно сказать теоретически да что вот то что яков там страдал и плохо выглядел и мало жил он горит фараону и жизни мы не дошли до жизни моих предков праотцов да можно сказать ну вот чек не досмотрел там за своими детьми дети вот такое вот дело сделали потом нас ссср по геймархудде из купецов которых убили в эпоху восстания барков вы рабе акиве рабе шмель конгедоль рабе роман шмоден гаммель да то есть там истории якова и братьев продаж его рабство очень-очень много вывода и консеквенцев здесь же всего этого нет то есть мальдум пишут что почему здесь так подробно описывается история с его сновьями дочерьми чтобы подчеркнуть что не из-за них йов наказан то даже никакой министерской ответственности какие-то там проблемы в детях что он не досмотрел и до воспитывал там про царя давида написано в контексте восстания его сын дания что никогда не огорчал его словами почему-то так сделал то есть никогда не говорил плохо сделал не критиковал да все есть некая критика на царя давида относительно воспитания детей отца якова здесь дети воспитаны ровно то что нужно они любят друг друга они заботятся друг друге они вместе пируют более того есть комментарии которые говорят что они значит там эти вот у значит сыновья они обручились венчание да то есть они уже там договаривали жениться поэтому значит это вот подчеркивается что именно это церемония теперь обратите внимание в прошлом уроке читали да что рамбом приводит значит как пример несправедливости в мире да значит что есть группа хасидов был праведных людей которые собираются вместе молиться и приходит ветер и значит валит крышу они там все погибают понятно нам что это из книги йова пример приводит который рамбом это ровно что произошло с этими вот царями дочерми да то есть это праведные люди которых все нормально ведут себя достойно и они вот пришли там венчание делать свое то есть они уже взрослые по крайней мере сыновья и приходит ветер падает крыша ровно как пишет рамбом с точки зрения рамбома это пример и справедливости которую или да справедливости которые что-то здесь было да так рамбом говорит что ничего просто так не происходит человек заслужил в кавычках своими заслугами в любом случае дальше опять таки вот то что у них между ними с ногами дочерми не было ревности и ненависти а была только дружба и братство да значит это подчеркнуть что все что произошло вам произошло только из-за него не за людей его дома не за и грехов из-за него его самого и действительно то что вот упоминал дима что после того как у них заканчивая круг из семи значит не когда кушали у каждого в доме йов приносил ола жертву сожжение и действительно комментатор пишет что это было неправильно да значит мальбин как раз подчеркивает что это возможно да было правильно почему потому что ула бали хатмэр аль-гюре-ре-але значит есть гюре-але в мысли сердца в талмуде есть фраза что гюре-ре-авира кашими термя-авира-ацма что мысли сердца преступление они тяжелее чем самопреступление больше не меньше а так значит и поэтому значит йов говорю что возможно дети там напились не знаю чего если что-то у них там на сердце было что-то не так я за них приношу вот эти вот улот жертвы всесожжения за всех десятерых и дальше мальбин пишет в отличие от других комментаторов которые говорят что это было не испытание йову так как авраам испытывался это раша например уприняется подобного мнения да у раму были испытания у йовы это не испытание есть постоянное сравнение между йовом и авраамом поговорим так вот мальбин пишет что это да было испытание для йова что в этом испытании не было никакой причины он шит причины связанной с наказанием никакой причины тивит никакой природной причины до что он отдал на долю звезд там и луны которые управляют нашим миром созвездий и никакой причины бхератит никакая значит избранная значит причина избрасть например да да абрам избран да он пример с кого другие берут пример который здесь ничего подобного да то есть так по крайней мере не могу и поэтому нужно понять за что же произошли с йовом такие вот тяжелейшие из муки да и все это что это было несправедливо здесь наверно остановимся здесь мальбин цитирует морейна в их им трамбома третья книга глава сейчас скажу одну секунду 8 восьмая глава где пишет очень интересную мысль трамбом что все беды между коллективными неважно коллективные личные беды приходят человеку только со стороны материи но не со стороны духа и со стороны духовной и все значит беды потери ущербы это все приходит только со стороны материи это очень интересная сложная мысль на этом и остановимся и продолжим следующий раз на следующий раз у нас будет наверно когда после песаха дадим вопросы да можно вопрос задать но мы знаем что мидраши нельзя понимать буквально мы тоже знаем что мидраши призваны что-то уточнить в тексте выяснить разобраться какую-то часть подчеркнуть интересную но я часто наблюдаю лекторов очень уважаемых которые берут допустим один мидраш про его как проверяли как маше получил обожженные губы или язык непонятно что да потом берут второй потом третий четвертый мидраш из другого места и делают из пяти мидрашей соединяют их и получается конфетка можно слушать целый час с большими глазами имеет ли место быть можно ли выдергивать мидраши самые разные и мы знаем пинха саполонского который говорил нельзя невесту из пшата поженить на женихе из мидраша так вот вопрос такой можно ли невесту из мидраша одного поженить на выдать замуж за жениха из мидраша второго окей нужно понимать что мидраж это опять-таки гениальное средство комментирующая текст поэтому в рамках комментария можно поженить невесту из мидраша женихом из другого нужно понимать что этого не было что это некая идея что это некая иллюстрация поэтому на уровне поженить кого-то с кем-то не поженили поэтому наши мудрецы продлевают время йова там до хашвироша до второго храма через это некая идея это некая идея да поэтому тут длинный список с кем он жил кого он видел всех видов из чего рамочка трудно наоборот если так так он не жил и не видит да поэтому это вот пример если начнем понимать буквально то как такое может быть поэтому в рамках мидраша и комментирование сомненно можно садить мидраши как угодно нужно понимать что это красивый комментарий несущий определенную идею но не более того чтобы реальной жизни этого не было так вот я вам например скажу если по одному мидрашу дина . извините меня дочка якова если она является женой иова дальше мы начинаем разбираться по другому мидрашу все пророки не еврейские они идут от лавана вот значит у нас в дине чуть-чуть есть лавана и пошло поехало дальше мы это все к фараону привяжем то это просто будет ужас вот еще раз согласно мидрашам дина там была замужем за кучей народу чем разного жиша раз данных на разных временах только подчеркивает некую идею но не более того пытаемся найти эту дину но мы не знаем кто она и где поэтому если мы скажем что жена его было не дина это сразу все упростит конец конец фильма что значит само имя его спрашивает таня также на его дочерей нареками это последняя мимо цикарина пух значит есть сегодня имя я мимо этого дни я знаю людей которых сегодня зовут я мимо есть девушки как разувствия работал с адекции керина пух это обратное яблоко такого имени сегодня нет но есть керен керен и как имя есть само имя йов опять-таки видимо корень а отец но опять-таки она стал нарицательным и на йов да что вот несчастный как йов то есть все что с ним произошло стало вкладывать в это значит и и поэтому опять-таки люди не хотят называть именем йов в связи от того что все вам произошло чтобы не дай бог который нам уровне повторил их судьбу поэтому имя йов нервы постройки тро да друзья считают потом комитро сколько угодно на здоровье все окей все это тоже некий медраж что не совсем так кто запретил медроши и комментарии да поэтому я думаю на этом мы здесь остановимся опять-таки мы будем изучать куду йова да чтобы понять как же вот это вот божественное хвостом миром работает видимо после песоха да потому что наверно да да мой да почти нет поэтому опять-таки сообщим да то сейчас песок у нас завтра потом песох потом снова шаббат поэтому уже наверно после шаббата после песоха окей мы напишем да когда опять-таки воскресенье вторник четверг в 16 последней европейском 17 по иерусалиму киеву мы продолжаем опять-таки на есть что поговорить и опять-таки в конец мы снова упрёмся в рамбом а который сам нам разъясняет как он воспринял книгу йова мы увидим это довольно быстро можно одну одну вещь только да предыдущему то что было сказано у вас как бы личное ощущение такое ну как бы за десятки лев ты прослушав какое-то количество драш и да даже попросту ходи да и участвуя в лекции даже на уровне этого человека за пультом как говорит рафиона да вот у меня такое ощущение что каждый даршан или каждый раввин он может пользоваться как бикилим инструментарием может кабалу может быть это он выстраивает некоторую модель да то есть сказать ему смотри здесь запрещенными так математики не делаются нельзя нельзя смешивать разные вещи понимаешь нельзя там коров делить не знаю на что на палке коровы на коровы как бы нет такого но в конце концов как бы слушатель он определяет и если в его глазах это как бы модель тема она получается правдивая то это ложится ему на сердце да бир сегодня рафширки ну вот там просто на одной ноге разбирали кайна в эвеля да авеля вот и он сказал такую штуку ах ну ах это вот на иврите близко к словах и рают я вообще таком то есть мне даже в голову такое не приходило честно говоря сказать что это мамаш рядом ну не знаю и он тут же продолжает как бы строить понимаешь но в целом он построил очень интересную картину опять но ты как бы дадим сейчас но это как бы я не хочу это модулярные вещи я не хочу этого сказать взять модулярные вещи это же не хочу просто говорить это 70 ликов я хочу сказать что это как бы этого человека это его знание это его хохма это тот как он понимает когда он действительно может правдиво построить вот так действительно получается морадать любую вещь прикрутить даже так можно в компьютер забросить да нет и тут же построить какие-то с хамп сюжет но потрясающий и тем не менее это будет полный бред почему это бред потому что они основаны на мудрости и Натан, я, во-первых, с тобой полностью согласен, во-вторых, опять-таки, наша основная проблема, как вот с книгой Йовой, да, если уже базисном согласии уже в Талмуде, да, среди Амиураим, был Йов или нет, есть, опять-таки, достойные подходы и туда и обратно, да, и поэтому, несомненно, что-то модулярное, и так и эдак, да, поэтому мы увидим Рамбам, например, относительно Льовой, слово Гам, вот ты говоришь, ах, Рамбам и слово Гам выводят, почему Йов был правдиво наказан, мы это увидим в следующем, через один урок, да, то есть, казалось бы, по-русски это вообще исчезает и не видно даже, да, вот эта мельчайшая вещь, но Рамбам целую главу, вот, которую я сейчас вспомянул в третьей книге, он объясняет, как и что из мельчайшего слова, он говорит, я же тебе объяснял, это настолько понятно, для Рамбова, настолько понятно, а ты говоришь, где, я этого не вижу, мне это непонятно, да, там вот эти вот первые, значит, первый и второй день, когда они там собираются, эти, сыновья Господа, написано почти то же самое, из чего все комментаторы учат абсолютно противоположные вещи. Ну-ка, по-русски это называется притянуто за уши, правильно? Дело в том, что человек, как Рамбам, он видит много ушей, грубо говоря, понимаешь, он их может притянуть, он просто видит много ушей одновременно. Ну, еще раз, опять-таки, мы говорили, да, вот, относительно апологетики, да, что апологетика, это не обязательно плохая вещь, да, то, что вот проробе Акиву мы беседовали, да, когда он умирает, говорит, все к лучшему. Понятно, что это плохо умирать, особенно в муках, да, то есть мы сами себя утешаем, да, и поэтому для, то есть Рамбам пишет на невозмущенного, на непонятливого читателя, да, как же так, Йова наказали, за что хороший парень был, что забил, а так Рамбам успокаивает, окей, расслабься, всего этого не было. Да? Потому что, если мы скажем человеку, ты знаешь, что это было, то он вообще, значит, рвать на себе волосы. Как такое могло быть? Да, Дим? Вы обратите внимание, Йов прострадал почти всю жизнь, Маймонит в конце жизни прострадал, его везде выгоняли, книги жгли, и Мальбим, которого вы сейчас комментируете... Мальбим, это вообще он... Он страдал всю свою жизнь. Он так страдал, Мальбим боролся с реформистами в Бухаресте, они его победили, значит, они заставили его уехать. Нарушив субботу, пятницу вечером, когда зашла суббота, значит, и он ехал на телеге со своими книгами. Был Равин, у него книги были, не смысл, как он писал, которым он пользовался, учил, изучал. И, значит, можно было сесть на телегу, но он сел на лошадь. Теперь, естественно, проблема, что в субботу это нельзя, это уже Мишна упоминает, и Талмуд, Раби Мейр там ходил с Алишой, с Ахером, да? Значит, и его спросили Рабейну, почему вы сидите на лошади? Можно сесть на телегу, это будет более правильно сеть на субботу. Я говорю, что оставил Мальбим, я говорю, что хочу побыстрее из этого места проклятого уехать. Да, то есть мы говорим про Мальбима, история настоящая. Крик души, но это крик души. Реально крик души. То есть человек уже... Достали, ну достали. Конкретно, если человека уже оставляют, нарушают в субботу, то уже, да, то есть он уже садится на лошадь, чтобы только от них, еще на метр быстрее от них уехать, да? Я расскажу вам массу, что еще раз масса раввинам мудрецов страдало. Есть один раввин, он похоронен там, в Кракове, на этом милинском кладбище, возле этого, возле, ну, нашего, этого, Шухана Руха, Ашкенасского. Да, у него там есть длинный список, значит, да, возле Рыма, спасибо. В Сен-Гоге Рыма есть там кладбище, где Рыма похоронен, недалеко от него, там есть раздел раввинов, есть один раввин, бах, по-моему, значит, который, значит, там длинный список мест, он был раввином. У меня был друг, который там был раввином в Кракове, он говорит, кто догадается, почему есть так много места? Это просто, его увольняли. Главное, правильный ответ. То же самое с Мальбимом. Мальбима везде увольняли. Он был гений мира, гений мира был сегодня, не знаю, как-нибудь подходили сегодня, да? В итоге я говорил, он умер от холеры, в эпидемии холеры, и похоронен в братской могиле в Киеве, не доехал до Кременчуга. Он был избавлен на Кременчуга, но не доехал до Кременчуга. Это Мальбим. Поэтому, опять-таки, но, опять-таки, Рамбам, как Рамбам, ему есть что сказать на эту тему, и очень четко и жестко, но большинство людей не поймут. Поэтому, Рамбам говорит, расслабься, этого не было, это такая майса такая. И наше мудрец Толмуда, собственно, опередили Рамбама. Всем возмущенным читателям, как такое может быть, заёвая лодку, порву. Мудрец Толмуда отросла, все этого не было, не понимаешь, не понимаешь. То есть, опять-таки, апологетика, она идет очень-очень давно. И нужно понимать, что только апологетика, которая пытается что-то объяснить, может быть, смягчить углы. И, ну вот, поэтому, опять-таки, наша проблема, когда изначально, внутри традиции, в созагласии, как нам что-то оценивать, был ли какой-то факт или не был, плох он был или хорош. С Йовом, как мы видим, мнений очень-очень много. И поэтому, действительно, тут есть некая амолюдарность. Не обязательно притянутая за уши. Я вижу, да, некую модулярность. И поэтому я не боюсь, что кто-то связывает, там, женщину с двумя дрыша, с женихом из другого. Меня это не смущает. Только просто понимаешь, что это некая апологетика, некая мысль. Это иллюстрация, красивая. Окей. Вот. Спасибо, Равдия. Самое интересное, началось бы, и слушал бы, да. Всем спасибо за внимание. Мы встретимся после Песах. О Песах Кашер Висамеях. Всем благословения следить за собой, за здоровьем, душевным и физическим. Агурский Рэбе даже пославил, сейчас, значит, своих кассетов пославил, значит, гашмиют. Фактическое процветание, материальное, деньги, перед всем остальным. Так что такое тоже есть. Чего всем и желаю. Всем счастливо, Хакс АМЭШ. Всем счастливо, Хакс АМЭШ. Спасибо.